И всем привет, ребят! С вами мистер Ваньки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, посвященный данному замечательному и интересному аккаунту, а именно аккаунту ARMY, где мы прокачиваем свое вооружение и свой вообще аккаунт на Hornet Rylsia. Если вам заходит данный аккаунт, давно у нас его не было, то тоже поддерживайте данный видеоролик лайком, не забывайте тоже подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Ну а сегодня я решил проверить вообще, на что способен данный аккаунт в режиме Джиггернаута. Поиграть сегодня хотелось бы именно на самом Джаггере. Мне сегодня еще такие интересные заданочки выпали, которые можно как бы вместе реализовать по ходу данного замечательного видоса. Ну и в конце видоса я думаю, что откроем контейнер. У меня здесь пару штучек имеется, кристаллы пока что еще на этом Аки тоже есть. По прокачкам у меня все потихонечку, потихонечку двигается. Я вам могу это и рассказать, и показать. Как вы видите, уже по 6 шажочков у меня хорошечко качано, поэтому потихо движемся дальше. Майорчик уже у меня здесь тоже имеется, как и на бездонатике. И идем только дальше. Время сейчас появляется дополнительное, соответственно на такие аккаунты мы будем заходить чаще. Будем мы на стримах на них катать и будем реализовывать их, прокачивать. Ну а самое главное, когда Hornata рейс отстанет М4. Друзья, что будет делать данный аккаунт, когда здесь есть резисты, здесь есть вообще максимально все очень жесткое, крутое и нагибаторское. Я думаю, что это так будет просто разваливать все кабины, которые только можно. Поэтому, друзья, обязательно поддерживайте данный видос Лукасом, если вам вообще это так заходит. И он будет у нас, конечно же, появляться как можно, как можно чаще. Меня закидывают в довольно жесткий бой, если честно. Здесь уже такие полковнички, генеральчики, даже я против смотрю, имеются. Но я думаю, что это не помеха. Попытаемся всю катку выжить. И, соответственно, попытаться нафармить как можно больше очков. Все-таки с такими званиями, я думаю, что примерно мои прокачки будут такие же, как у противника. И, соответственно, не все так будет просто. Хотя, там я смотрю, что Вахага... О, Вахага, походу, все плохо было сейчас. У данного Джиггернаута, у противничка моего любимого. Поэтому, может быть, даже тут и попроще все дела у нас будут обстоять. Ну, посмотрим. Там ВасПа... А, там ВасПа М1 был. Непонятно. Поэтому я его, короче, с одного-то и залпа и заваншотил. Ну, и посмотрим вообще, сколько здесь очков-то за одну каточку можно будет заработать на таком-то аккаунте. Мне это, очень честно говоря, интересно. А еще и сколько опыта можно получить. Я вообще на основе, друзья, подсчитывал... Ну, сегодня уже, конечно, закончилась у нас супер-замечательная акция и ивент-дисконт-викенд, да? Но если бы он у нас сейчас был, то я бы за каждый килл получал бы по 90 очков. И мне было бы даже интересно, сколько бы я тут за одну катку поднял. Но, вообще, попробуем поиграть на киллы. У меня уже двенашка имеется за всего лишь полторы минуты. Главное, чтобы эта катка очень быстро и досрочно не завершилась. Я, конечно, буду сводиться по джиггернауту. Я же хочу тоже принять свое участие в уничтожении противника. Но все это мне подсказывает и показывает на то, что, скорее всего, здесь я очень большое количество киллов не сделаю. Потому что катка складывается очень-очень быстро. Ну и аккаунт разваливает, друзья. Просто разваливает. Просто уничтожает даже, я бы сказал. Нифига, зачем вы мне мешаетесь, молодые люди? Что вы хотите от меня? Вы хотите джиггернаута? Ну, извините. Джиггернаут сегодня у нас уже забронирован. И он не собирается сливаться. Особенно на такой замечательной карте. Такой замечательной карте, я думаю, что никто не хотел бы сливаться. Все бы хотели играть на джиггере. И набивать дополнительные, конечно, киллы. Формить кристаллики. Вот там джиггер, правда, немножко подсейвиться решил. Но если я ему по трешечке буду всегда накидывать, то я думаю, что он, скорее всего, уйдет очень-очень быстро на респ. Но я параллельно, конечно, хотел бы еще уничтожать другие танки. У меня уже 24 килла имеется. Если здесь 50-ку куидать, будет вообще, наверное, неплохо. Но пока здесь только у меня 25 кильчиков. 25, конечно, тоже уже неплохо. Но надо идти дальше. Надо стараться еще больше набивать. Как там на спасателей чел играет? Офигеть. На спасателем... А, ну да, там же халявный спасатель. Давай, что я возмещаюсь, что я удивляюсь. Халявный спасатель был у нас. Я, конечно, его не получал. Мне он не нужен был. Но халявный спасатель у игроков на таких званиях вполне может быть. 32 килла, друзья. Противник пока что страдает. Но джиггернал держится. Джиггернал держится. Это очень хорошо, что он держится. Это шанс набить как можно больше киллов. Еще бы я попадал в каждую рельсу, было бы вообще великолепно. Итак, я через одну рельсу попадаю. Соответственно, не так замечательно еще. Мне избили бы уже. Ладно, смотрим сюда. Джиггер сводится. Он уже без овердрайва. Хорошо. Два вазпика едет. Вахаг. И еще один вахаг. Не пейте, два вахага против. Играют 2009 и 2019. Молодцы, ребяточки. Покачивают аккаунты потихонечку. Так, ну я, честно говоря, удивлен даже, друзья. Все-таки меня тут генерал-майоров закинуло. Генерал-майоров-то я не вижу. Тут как будто какие-то новобранцы играют против, а не генерал-майора. Потому что как-то они очень, очень слабо играют. Прям очень слабо. Я вообще доминирую. Просто доминирую. На генералах. На майоре на генералах доминирую. Да, вы мне скажете. Так у тебя вооружение крутое, поэтому ты ее не нагибаешь. Но кто им мешает сделать на этих же званиях примерно такое же вооружение. Вот, например, кто им мешает, генерал-лейтенант, иметь такое же вооружение, как у меня. Да никто им не мешает. Он такое же вооружение может, по идее, иметь. Но у него его нету, к сожалению. Так, ладно, мне надо главное отъехать сейчас. Чтобы не слиться здесь. Так, 43 кило, друзья. Я хочу 50. Хочу 50 кило. Хочу до 50-очки дойти. Не знаю, какой, но я хочу 50 кило. И это будет очень даже хорошо. О, почти чуть-чуть. Я в минус не упал. 45 уже есть. Но... А до тысяченки может дотянуться, друзья? Как вы думаете? До тысяченки я смогу дотянуться? До тысяченки, до тысяченки. Две минутки до конца. По времени точно могу? По времени, вот, 100% по времени я могу. Ух ты, с водой, пожалуй. Спокойно, спокойно, молодой. В чём так жёстко-то? Я понимаю, что хочется сливать, но не надо так жёстко. Так, килл. 6 джаггеров уже слилось. Так. Я надеюсь, что сейчас джаггер будет повнимательнее играть. Внимательнее играть, джаггер наут! Ой-ой-ой-ой. Мне чё тут... Решили нагнуть, что ли? Так, 50 кило. Будет? Будет 50-очка. Да, будет 1 кило просто. 2 кило. 2 кило. Где-то смока накидывает в бок. Блин, ну что за генералы играют, друзья? Я вообще не понимаю. Как в этой игре такие генералы играют. Объясните мне, пожалуйста. Как генерал может играть на вас по смоке М2? Это ужас. У тебя бывают и легенды ещё похуже? Но всё равно это как-то очень, очень странно. Очень странно и очень страшно даже. Это я так сказал. Странно и страшно одновременно. Ух ты, какой полёт феникса. Чувствую, когда 4-й ворон даже имеет лучшее вооружение, чем замечательные генеральчики. Ну ты щёночка, друзья. 53 кило, ты ещё очень хорошая катка, если честно. Вторую катаем. Давайте смотрим, что будет у нас во втором бою. Первый пока что показал очень себя хорошо. Я даже не знаю, сколько я здесь опыта поднял за один бой. Но мне так показалось, что я там где-то 3 соточки поднял. Ой, 3 соточки, говорю. 3 тысячёночки поднял. Так, тут тоже джаггеры, я надеюсь. Да, хорошо. Отлично, великолепно. Так, теперь я надеюсь, что здесь мне удастся занять позицию верха. Дождаться овердруйба. И попытаться накидать ещё дополнительные киллы. Не знаю, что ты поджигернауту против. Нагибает он или не нагибает. Но бежит он неплохо. Бежит он как минимум неплохо. Будет ли он меня убить, это вопрос. Да, это походу дело, да, сводится. Да, свелся. Ой, больно-больно, если честно. Больно-больно-больно. Могу слиться вообще. Блин, я слился, ужас. Ужас, ужас, друзья, ужас, ужас. Я хотел на джаггере сыграть, дабы полноценно показать. Ну, давайте я попробую перепикнуть. Всё-таки я хочу данный полноценный видеоролик записать исключительно на джаггернауте. Я мог там его слить побыстрее. Я думал, просто джаггер мне не будет особо мешать. Я смогу занять позицию. Плюс забрать там овердрайв сверху. Потом себя уже комфортно чувствовать. Надо было просто чуть с агрессией сыграть, наверное. Слить джаггера и потом уже забирать овердрайв. Но я, как добрый мирный житель, хотел ему дать шанс на реализацию. И он её, по сути, реализовал. Так, мне кидает в катку, где я уже не джаггер Вася. Поэтому мы быстро обновляемся. У меня уже крит ошибка. И пикаем. Последний шанс. Последний шанс на джаггера. За первый подходик я набил 55 киллов. Я вообще не сторонник перепика на видосах. Но здесь исключительно в качестве контента. Исключительно в качестве того, чтобы видос получился более интересный. Ну и, соответственно, я поиграл на джаггернауте. Мне это надо проверить. Вообще, что здесь происходит на этих званиях на джаггере. После первой катки, когда я увидел генералов, которые играют на М2 вооружении, мне что-то как-то даже плохо немножечко стало. Надеюсь, что сейчас будет замечательно здесь всё. Но меня пикает опять без джаггера Васечки. Ну ладно. Может быть, сейчас он идёт на резку. Не знаю, и сейчас уйти у него на резку не хавляю. А чё мне прострел даже не было? Должен был быть прострел. Замечательно. Ну ладно, сыграем уже без джаггера. Хорошо. Уговорили меня. Сыграю я уже без джаггера. К слову, друзья, значит, как-то в танках лаги появились какие-то последние дни. Кто знает, я ещё делал стримчанский. Относительно недавно долгий. Так там вообще было в ггшечке что-то с этой замечательной игрой. Надеюсь, что в ближайшее время не будет большого количества лагов и багов в нашей игре. Потому что иначе это... Ну, это плохо сказывается, безусловно, на всём. На онлайне, на доверии игроков к разработчикам и к всему прочему, что ты не можешь комфортно поиграть в свою замечательную игру. Нифига себе, нырюсь я сейчас просто уношу джаггернаута. Жёстко? Даже джажки не было. Но я его вынесу. Хорошо? Конечно, хорошо. Дополнительный фраг никогда, друзья, не помешает. Так, главное сейчас ещё... Ой-ой-ой. Нарезка не уйти. Хорошо, плюс 2 кила. Оп-оп. Отлично. Ах, не успел. Чуть-чуть заехать. 2-1. 5 минут 30 секунд до конца. 5-1 по счёту, это довольно-таки неплохо, если честно. Если бы ещё прострелы везде залетали бы по джаггеру, было бы вообще очень, очень круто, очень хорошо было. Так как практически ничего хорошее не залетает, то мне приходится немножечко пострадывать. Кривые руки дают о себе знать. Так, джаггер в хорошей позиции находится, дабы я мог его слить, но его сливает даже мой тиммейт. Хорошо. Тиммейт слил. 3-1 мы уже ведём. Я не понимаю, что это за рельсы, которые за мной гоняются. Для чего он вообще это делает? Я честно не в курсе. Но что я могу сказать, друзья? На этих званиях, на джаггере, всё очень плохо. Всё очень плохо. Прям очень плохо. На майорах, на капитанах. Блин, ну это просто ужас какой-то, если честно. Какой-то прям ужас. Здесь что-то как-то всё очень... Не как-то не жёстко происходит, да? Ребята какие-то не такие уж крутые попадаются. Ну ладно, если сравнивать их с генералами, конечно, это ещё более-менее. То, что было на генералах. Вот генералы, когда играют там на васпиках, М1, М2, это, конечно, вообще просто полнейший провал. Здесь ещё ладно. Здесь ещё ребяточки такие более-менее играют на свои вооружения. В принципе, смотрится неплохо. Ничего себе. Ещё и минус кидают. Так, ну можно здесь сделать, наверное, досрочку, попробуем кинуть урон. Джаггер уже задавливает. Я могу, в принципе, с ним сейчас вместе отыграть. И унести Джаггера Васю на респ. Да? Можно вместе даже с Джаггером Васей унестись на респ. Если он овер не прожмёт. А, прожмёт. Молодец. Всё хорошо. 5-1. 5-1. 6-ой Джаггер уже имеется у нас на карте. И его можно, по сути, сейчас прямо-таки уже отправлять на респ. Либо же отправляться на респ вместе со своим Джаггернаутом. Да? Меня дадут Джаггер? Походу, меня дадут Джаггер, да? Да, дадут Джаггер. Хорошо. Замечательно. Джаггернаут. Ну и 3 минутки можно попытаться отыграть. Как-то более грамотно. Пытаться пофармить и очков. Хотя бы хоть как-то так. Отыграть на своём Джаггере. И сказать, конечно, что я своему тиммейту там мешал. Но хотел. Хотел получить Джаггера. Есть ребята, которые прям в наглую мешают. Знаете, там, хотят, чтобы его слили там вместе с Джаггернаутом. Мне так немножечко подфартило. Но я хотел, конечно, чтобы меня тоже унесли на Респик. Не буду врать. И у меня в этом плане получилось. Уйти на Респ вместе с Джаггером. Ну там Хантер его застопил. У него вообще шансов. По сути, не было бы там на какой-то отъезд. Или ещё на что-то. Но теперь я бы, наверное, хотел бы даже попытаться немножко киллов поднаделать. Да, я думаю, что Джаггера я всё равно успею слить. Потому что тут... Ну а что там сливать-то? Мне, наверное, секунд сорока хватит, чтобы слить два Джаггера или нет. Как вы думаете, друзья? Напишите в комментариях под этим видосом, убил ли я два Джаггера или нет. Ну, первый, считайте, уже должен был улететь прямо сейчас на Респ. Но он решил немножко увернуться. Но на гусеницу он не приземлился, как я. Поэтому сводочка в него уже залетает. Отлично. Шестого я уничтожаю. Но теперь уже можно немножко поаккуратнее поиграть. Дать побольше киллов. КП маловато остаётся. Надо чуть подсейвиться. Чуть подсейвиться, чуть подсейвиться, чуть подсейвиться. Так. Плюс килл. 26 киллов. Ну, это, конечно, не та катка, где я дал 50. Но в этой катке, кстати, можно было бы, наверное, набить примерно столько же. Если бы я её катал бы с нуля бы на Джаггернауте. Потому что она складывается тоже очень неплохо. Овердрайв уже свой прожал. Всё хорошо. Теперь надо просто занять правильную позицию. Слить вот этого поря фреза. Возможно, слить ещё один танчик. И теперь уже занять позицию где-нибудь вот здесь возле моста. Попытаться покидать урон. Так. Хорошо. Блин, могла тройная залететь. К сожалению, не залетела. Так, друг мой хороший. Я понимаю, что здесь ты хочешь постоять. Мне нам немножко двигаться вперёд. Потому что уже одна минута остаётся. Всё, лишь до конца. Мне ещё киллы. Делать и делать. Хотя бы ещё десяточку куя накинуть. Будет неплохо. А, понял. К сожалению, не накинул. 33 килла. Три раза умер. 700 кристаллов заработал. Хороший бой. Хороший бой. Что первый, что второй. Киллы я не набил. Но за два боя я набил 88 киллов. Это очень даже неплохо. Я вам скажу так, друзья. И по кристаллам тоже дополнительный бонус. Я получил. Соответственно. Откроем ещё контейнеры. Ух, пять золотых ящиков. Неплохо. И. Ну и 3500 кристаллов. Кристаллы это хорошо. Ещё недельные есть. Ну, недельные пока мне тратить, наверное, таки не нужно. По шестому шагу уже через один день. И через один день. Да. Через полтора дня, по сути, можно будет уже прокачивать дальше данный замечательный аккаунт. У меня, друзья, на этом сегодня всё. Если вам понравился данный видеоролик. Если вы хотите больше видосов по данному замечательному аккаунту. То обязательно не забывайте прожимать лайк. Если вы его очень не прожали. Ну и подписываться, конечно же, на канал. Дабы ничего не пропускать. Там колокольчик нажали. Туда-сюда. Тыры-пыры. И у вас всё хорошо в этом плане будет, конечно же, складываться. Ну а с вами был мистер... Мистер... Боже ты мой. Ну а мистер Ванька, конечно, был с вами. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok